Всем привет! Несмотря на то, что седьмой сезон Игры Престолов уже закончился, страсти фанатов все еще не угасают. И сегодня, по вашим многочисленным просьбам, я хочу поднять очень щекотливую тему, а именно постельную сцену наших главных героев Джона и Дейенерис. Что она значила для всего сериала, как произошедшее прокомментировали сами актеры и режиссер седьмого эпизода, Как к такому повороту отнесли зрители по всему миру и их реакция, а главное, каким образом будут развиваться отношения у сладкой парочки дальше. Обо всем этом смотрите прямо сейчас. Любите игру престолов? Тогда стратегия войны престолов то, что вам нужно. Здесь вы можете создать свою империю, собрать армию, торговать или вести войны, казнить или миловать, в общем делать все, что захотите. Ссылка в описании. Итак, давайте начнем с мнения режиссера седьмого эпизода. Джереми Подесва говорит, что снимать постельную сцену Джона и Дейенерис было просто. Проще, чем чуть ли не все предыдущие откровенные сцены сериала. Тут было всего несколько кадров, очень важный взгляд Джона где-то посередине сцены, ну и собственно все. Подесва говорит, что основной в данной сцене нужно было показать эмоциональную, а не физическую связь. Но большинство фанатов считает, что причина не совсем в этом, а скорее в том, что Кит Харрингтон и Эмилия Кларк в данное время обладают куда большим правом голоса, чем, скажем, в начале своей карьеры в сериале. И в данном случае сами актеры отказались от слишком откровенных постельных сцен. Да, собственно говоря, они и сами не скрывают, что съемки именно этого момента не принесли им особенного удовольствия. Эмилия Кларк довольно реалистично имитирует рвотные позывы, говоря о сексе родственников, что и было нам показано. Не отстает от нее и Кит Харрингтон. К тому же они оба говорят о том, что происходящее между их героями нельзя назвать правильным, но что-то между ними промелькнуло такое, чего уже не остановить. Кроме этого, как кто-то метко пошутил, главным в постельной сцене Дэнни и Джонни был Тирион, караулище под дверью. А сам Питер Динглэдж, разумеется, тоже прокомментировал все происходящее. По словам актера, его персонаж понимает, что там происходит что-то нехорошее. Более того, это опасно для них обоих. Конечно, не прямо сейчас, но в перспективе на будущее. Ведь это, в конце концов, игра престолов, и такого рода любовные романы хорошо здесь не заканчиваются. И, кстати, слова Динглэджа тут сходятся со словами Джерми Подесфа, который в одном из своих последних интервью намекал, что, несмотря на всю ванильность сцены, она была снята исключительно для того, чтобы показать союз льда и пламени. И уже очень скоро, то есть в восьмом сезоне, между ними начнут нарастать разногласия и напряжение. Ну и, наконец, как же все произошедшее на экране восприняли фанаты сериала со всего мира? Как вы видите, реакция у всех была разная, но очень и очень эмоциональная. Хотя, как говорят сами зрители, больше шокировало их не то, как все происходит, а то, что это в принципе происходит. А вот от самой постельной сцены, судя по отзывам зрительское, сообщество не особо-то было в восторге. Как, собственно, и я, мне тоже кажется, что актеры выглядели уж слишком деревянно и все прошло как-то без огонька. Но главное, конечно, сейчас это как Джон и Дейенерис воспримут новость о том, что они оба на самом деле родственники. Наверное, о традициях Таргариенов они тогда не особо-то будут думать. И, как по мне, именно этот факт в будущем может стать точкой разлада между парочкой, особенно учитывая то, что Джон теперь главный претендент на Железный Трон, и Матерь Драконов вряд ли будет от этого в восторге. Ну а на сегодня у меня все. Напишите в комментариях свое впечатление от откровенной сцены между Джоном и Дейенерис, понравилась вам она или нет, и свои предположения, как в будущем будут складываться их взаимоотношения. Если данное видео пришлось вам по душе, не забудьте поставить палец вверх и поделиться им с вашими друзьями, а также подписаться на наш канал. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, и всем пока!